Зачем тебе нужна Дехья? Это пламенная киска с меховым загривком, точнее даже зачем тебе нужна Дехья прям сейчас, учитывая, что уже через полтора месяца Девуля отправится на вечный скам в стандартный баннер. Вопрос хороший, но история релиза персонажа крабавая, как битва вупсеня с пупсенем за нектар пчелёнка, многие игроки считают, что им вероломно без предварительных ласк воткнули большой опульсирующий кол в нежнейшее сердечко. Без пол-литра жидкости для охлаждения седалищного нерва точно не разберёшься, поэтому сначала посмотрим, что Дехья хочет тебе предложить, а затем поржём над теми, кто её будет крутить. ХА! Ну, в смысле, стоит ли это твоих бабок или куда? Кстати, задонатить с вкуснейшей скидкой можно через наш совместный блогерский проект Хорни Бокса, ссылка в описании. Основная атака Дехья это просто симпатичные махи огромным мечом, на стриме разработчиков случился дичайший рофл, один из, даже, в процессе орирования над которым порвался не один десяток ртов. Вот тут Дехья толкает моба и последующая тычка уходит в молоко. Как бы и пофиг, мы в жизни не будем таким способом ею играть, родной инфузии нет, проценты ниже, чем у Делюка и Ита. Но, с другой стороны, уже складывается понимание, насколько пофиг на неё разработчикам. Элементальный навык уже имеет в себе интересные механики. Вот эта блямба по-научному называется Огненное Узилище. Узилище создаёт вокруг себя некое мистическое поле. И если в этом поле ты наносишь кому-то урон, то Узилище проводит совместную атаку раза в 2,5 секунды. Типа как Альбедо, только медленнее и пира. Сам урон Узилища скалируется от атаки и хп, но по факту ничтожен, так что забей пока мысля использовать для взрыва бутонов. Об этом в другой раз. Однако, в самом поле у активного персонажа повышается устойчивость к прерыванию атак. Это прописано и в скиле, и в пассивке. Что актуально, ведь какие-нибудь сайны, странники любят прилечь отдохнуть. Плюсом, что вот самый интересный, а входящий урон распределяется между активным челом и карманной Дехьей. На 10 уровне навыка пополам. Ну типа, вот бьют Ху Тау, а здоровье теряют обе, но в 2 раза меньше. Лол. Это не кринж, ведь кринж это миф. И сама Дехья в итоге частично отхиливается своей пассивочкой. Естественно, чем выше ХП Дехья, тем больше она может отвести урона от получающего лещей персонажа. Узилище исчезает на время ульты, и последним ударом становится вновь. Также его можно переставить Ешкой. При этом распределительный урон по Дехье снизится на 60%. Короче, жить будет. Активирует функцию крушить едальники. В теории Дехья своим ультимейтом обещается 11 ударов за 4 секунды. Удары считаются за ультимейт, то есть с ними не работают приколы Синего, Елани, далее Бэйдоутса, 6 фишель. То есть, если хочешь работать через ультимейт, придется искать обходные пути. Например, поставить кри ультимейтов типа Ганью и Розари, чьи взрывы стихии накладывают статусы самостоятельно. Но 4 секунды Карл с откатом в 18? Окно во времени придется чем-то занимать. Опять же, низкие проценты. Короче, не особо удобно. Второй вариант, сразу приходящий в голову, фулл пира. Ставим Беннета, само собой, ставим Сянку и какого-нибудь анимешника для раздувки. Хороший вариант приспособить сюда С2 Кли, которая, ко всему прочему, добывает очень много шариков энергии. Про восстанову можно забыть. Либо же воткнуть Нахидеса, пусть горение поработает в плюс. Естественно, Нахидеса желателен С2. В смысле, у тебя ее нет? По сетам буду пробовать эмблемку для ульты и цветок потерянного рая для варианта с Нахидесом через цветение. Плюс, может она пригодится в миллилитре для скоромучки моего. Вот, это, как говорится, была смазочка, чтобы вы понимали контекст претензий. Теперь начинается сказочка. Переселение Дехи в стандарт практически сразу после релиза для комьюнити выглядит, как будто персонаж разработчикам больше не интересен. Как будто у них нет идей, желания, мотивации и любви, чтобы ее развивать в будущем. А это, между прочим, уже устоявшаяся модель. Как Коми, Куки, Синоба актуализировались спустя некоторое время. Я процентов на 40 уверен, что даже Кондакия в итоге станет полезной. Выходят новые артефайки, новые сигнатурные саппортики, вон даже Сяу после форсившихся годами мемов о слабости сейчас выглядит вполне достойно. Но в Дехи после таких финтов особо не верится. Второй негативный момент заключается в системе 50 на 50. Дехи для большинства людей будет символизировать проигрыш в баннере. И реагировать на нее будут как на проигрыш, а совсем вытекающим психологическим дэмиджем. А учитывая, что она не совсем сильная, может быть даже не уровень делюка, но это, кстати, надо будет посмотреть потом. Да, она симпотная, просто ангел по лору, уже даже стала символом благотворительности в Китае. Ее можно пристроить в несколько отрядов. Но в качестве доп-статуса получается и альтернативы щиту, причем не особо выгодные альтернативы. Агрессивная ульта, которая буквально кричит о пробивной мощи, это постукивание киской лапками без когтей. Их, ну, этих постукиваний в целом будет достаточно для аннигиляции мобов. Но, сами понимаете, брать ламборджини с начинкой от приоры, это... Ну, на это требуется определенная смелость. Я ее выбил, можно сказать, по вайфу-фактору. В отряд буду ставить для такой лакшери диковинки и приятного визуала в путешествиях по пустыне. Когда найду за что, буду вылизывать, нахваливать. А пока... У меня все, я кончил.